Суть проблемы, какие ваши вимоги? Суть проблемы, в 16-м году мы обратились по два гитара по ТСЕ. Те хлопцы, которые воювали. Да, я раненый, я в доме. Пятый год, вот эти бумаги. Пятый год мы воюем, чтобы получить два гитара. Вам уже пообещали. Есть бумаги, есть постанова Академии Аграрных Народотики, чтобы мы разговаривали с Ройтом. Там мне сказали, что это особо ценные грунты. Треба через Верховную Раду. Распоряджение Кабмин по правилам права за погодением с Верховной Радой. 150 статей ЗМК, такая процедура. Облрада и Облбашкопадская должны подготовить проект. Он должен отправиться на Верховную Раду. Верховная Рада подписывается, пускает на Академию. И тогда вы получаете землю. Пятый год. Это схема, которая должна быть. Мы законно по 150 статей ЗМК. Противление права ЗМК, которые проводят вкористовании, и есть особенные цены, а также до распоряжения Академии Академии, за положение ЗМК пока таких документов нет. Для того, чтобы начать процедуру надания земельного дня у участников Академии. Есть претензии у участников АТО до главного управления Державого Кадавства, чтобы мы как бы должны сделать и готовить проект о распоряжении. Мы разобрались перед тем, как мы нашли, по документам, там нет, трохи нечеткость в документах. Мы з'ясуем, в чём вопрос... Куда? Документ, в которых есть нечеткость, там нечетко визначена згода постанови президента Академии Аграрных наук на выручение цены. И где за умови? Как трактувати за цей умови? Чи это они погодили? Чи это они... По закону мае быть чутка позиция Органу, уповноваженного на надание згоди в данном випадке в законе Академии Аграрных наук, Академии Аграрных наук, это мае сделать президент. Оскільки в документах есть нечеткость, это подтверждается листами и другие организации, которые выглядели указанность с вернением участников АТО, и в том же постановке президента, что там есть вопросы. Мы, я не знаю, связимся еще раз, сясуем позицию, но то, что написано, то написано, я все это озвучил. Это мы не писали, не погодили, не мы разработали этот документ. Но запись вы же можете дать? Про что? Про решение оборудования это уже давно-давно было сделано. По большому счету. То есть вы считаете, что вы с руководством государственной бюрократии? Я общался с Олейником, с бывшим бюджетом. Я общался с коровином. Потом начальник отдела, это по-пешему. Что, други какие-то? Вы снова обратились. Конечно, за регистрирование. Законодавство. Как должно происходить. Потому что нет последнего разговора. Они показали, что ответила областная администрация. Я сейчас взялся за областную администрацию. Я объясню, какая была попередняя, какая была ответственность на ваши разговоры. И потом, давайте спольно с упоминноваженным ради ветеранов Повинницкой области Ковальским Володимир. З встретимся и говорим поэтапно. Если все это зависит, мы допоможем. Я объясню. Мы обеспечили 21, чётко не помню цифру, почти 22 участников антитеррористического территории Винницкой области земельными диланками. Проблем не было. Просто тут есть специфика в этой территории и в самом предприятии. Это не вильная земля, которую можно взять и надать. Вы указали 22 тысячи в этой Винницкой области. В этой Винницкой области. Это свидетельствует о том, что Державный кадр выполнял дручную уряду, которое было раньше. Мы на сайте постепенно резервируем земель для архивистов, для участников АТО, кому нужно обратиться, но это вильные земли. А тут есть специфические земли, которые в постоянном использовании государственного предприятия, которая находится в системе Национальной академии аграрных наук. Это специфично, где вертикаль академии аграрных наук, там есть отдельное законодательство, в чём возникла проблематика? Это не просто стандарт на земель, которые могут отримать участники АТО. Так они с погодом воздаются. Коротко можно объяснить? Вот постановка. Это чётко пишет. Вот постановка Президент Национальной академии. Тут чётко написано, что они погодятся с методом земельных делянок участникам аграрных коопераций. Крирующим законом, статьёю. Да, да, да. Питание забезпечено так и так, как у меня и загиблих. То есть через Верховную Раду, потому что есть особо ценность. Угоджение майбутых мюнера. Читайте, любите, то, что запитал министр. В чём именно проблема? Да, да. Вернувши до Кабинета Министра Украины, в соответствии до статт. 150 земельного кодекса Украины и по словам Кабинета Министра Украины от 7-17, по словам Кабинета Министра Украины и по словам Кабинета Министра Украины и по словам Кабинета Министра Украины и в Россию Украины дать сгоду главному объединению от 23-15 градусов на заявление с помощью технологий для производства по словам Кабинета Министра и по словам Кабинета Министра и в Россию Украины То есть, дать сгоду. Не дать сгоду на выключение 300 га землекористов, а за умови погоджения. То есть, есть условия. Как трактовать эту условию? Пока не понятно. То есть, выходит сейчас все вопросы только в Верховной Раде и в Ураде и все. Питание в четкой позиции органов управления данными земельными делянками и данными предприятиями. А это самая Национальная Академия Аграрных Наук, в особой органов президента. Ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, пока не будет четкой позиции и документов. Они же там написали, только что прочитали, что, виходит, что они погоджатся им дать за умови. За умови, что Кабинет Министров, как трактовать вас, пожалуйста, это они погодили, или это они погодили за якоюсь первой умови. Ну, виходит, что они погодили, только в вопросе за Верховной Радой и Урадом. За умови, что они дают сгоду. Сгода должна быть до того. Читко, они хотят сговориться от этих территорий. Им не нужно в користувании, что это за маленькими делянками. Они только что сказали, что решение за Верховной Радой и Урадом. Там только что вы прочитали. Это только раз. Я читаю постановку президента. Можете еще раз прочитать? За умови погоджения Кабинету Министров Украины и Верховной Рады и Украины дать сгоду Уладной Вельницкой администрации на выручение за маленькие дела. За умови погоджения. То есть, сначала, у меня будет погоджение. Я должен погодить выручение в связи с звернем учасникам АТО, в связи с изменением умов воспитывания, припустим, и таке может быть. Погодить выручение за маленьких делянок. В чем и возникла проблематика? Никто не ему, поверьте. Если бы была чёткая злота, то дальше бы оно пришло. Кабинет Министров Украины. Потому что это вопрос разъяснилось без области. Разъяснилось на государственном уровне. И все чётко звернули на это увагу. Что там, извините, нет чёткости. Давайте. Значит, церестанция непосредственно напечиняется Институту биологических культур. Уммм... Продолжение следует...